Добрый день! Я рада видеть вас на своем канале. Вязание от Ангелиты Азимук. Смотрите, какая у меня интересная идея для шали или может быть для бактуса. Очень красиво смотрятся такие веера. Казалось бы, так все просто и так все красиво. Давайте посмотрим, как это вяжется. Вяжется это не сложно. У меня очень красивая ниточка с люрекса. И крючок 3,5. Первого на первого мы с вами делаем петельку и вяжем 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель. Делаем 1, 2, 3 накида. И в самую первую петлю вяжем еще 6 столбиков. Воздушная петля между ними. 1, 2, 3. С тремя накидами. Это наш будет первый веерочек. Это наше будет первое начало. 1, 2, 3. В каждом ряду мы будем увеличивать количество вееров. И за счет этого будет идти расширение нашей шали, бактуса, платка. 1, 2, 3. Так, давайте считать, сколько у нас получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля. 1, 2, 3. Еще 7 столбик с тремя накидами мы с вами довязываем. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы всегда столбики вяжем на этой стороне, как бы это будет лицевая. На изнаночной, смотри, что мы делаем. Воздушную петлю провязали. Поворачиваем вязание между столбиками. Столбик без накида. Сам столбик между столбиками. Мы провязываем на изнаночной стороне просто в столбики без накида. Вот так вот все просто. Делаем обвязку. И вот между столбиками и в самую последнюю петельку тоже делаем столбик вяжем. И с этого момента начинаем вязание второго ряда. Мы набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, поворачиваем вязание. И в это же место, в первую петельку, вяжем 7 столбиков с тремя накидами. И воздушная петля между 1, 2, 3. Вот такое простое вязание. Такие вот веерочки, воздушные петли между ними. Самое главное подобрать красивые нитки, которые будут красиво смотреться. Потому что красота вязания не в сложности, а в простоте. 1, 2, 3. Считаем между делом, сколько у нас воздушных петель набрано. Вернее столбик в 1, 2, 5. 1, 2, 3. Сейчас вам покажу переход. Вот, да, как мы будем переходить. Нитки наши, чтобы не запутались. Так, давайте мы уберем, чтобы они не смущали тут. Камеру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем накид и считаем 1, 2, 3, 4. Четвертый столбик ровно по центру. У нас же 7 столбиков, значит четвертый будет ровно по центру. И вот сюда крепим веерочек наш. 1, 2, 3. И ищем вот здесь вот наш первый столбик без накида. В него вкалываем. И вяжем опять веерочек с тремя накидами. Столбик с тремя накидами. Воздушные петли 1, 2, 3. Такое простое вязание. То есть мы делаем с вами прибавку в самом конце вязания. Так, так, так. Воздушная петля. И вот такое простое вязание, казалось бы, смотрится очень красиво. Считаем 1, 2, 3, 4. Это у нас будет 5 столбик с тремя накидами. Воздушная петля 1, 2, 3. Это будет 6. 6. 1, 2, 3. И седьмой. Седьмой провязали. Вот так получается. Мы все выровняем. Все будет красиво. Обязательно прогладим. И начинаем новый ряд. 1 воздушная петля. Поворачиваем. И вяжем столбик без накида. Сам столбик. И между столбиками. То есть у нас всегда такой ряд будет. Не забывайте, да, что у нас... Будем провязывать на обратной стороне, на изнаночной. Столбики без накида. Столбик между... И вот здесь, смотрите, у нас интересный момент будет. Между первым столбиком и последним, и вторым, вяжем 1, 2, 3 воздушные петли. И здесь ищем 1 и 2. Вот он. Столбик без накида. И продолжаем столбики без накида. Для чего вот это нужно? Сейчас я вам покажу, объясню. Сейчас мы с вами все вместе свяжем, разберем, поймем. И будем вязать дальше. Между. Сам столбик. Между. И в самую последнюю петельку тоже надо ее найти и провязать. 8 воздушных петель. 1. 2. 2. 4. 5. 6. 7. 8. Делаем поворот. 1. 2. 3 воздушные... 3 накида. И в... ...последнюю петельку... Вяжем еще 2-3. Вяжем еще 2-3 наш веер. То есть мы вяжем веер в самом начале и в самом конце. 1, 2, 3. И не только. Сейчас покажу, где... Каким образом будет проходить, деть у нас расширение, да? Так... Считаем, сколько у нас. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля. 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7. Крепимся. Вот. 1, 2, 3. И то место, где у нас, смотрите, воздушные петельки, 3 было петель у нас. Сюда мы вяжем наш веерок. Вот сюда. Ищем 1, 2, 3, 4 столбик. Крепимся. И вяжем веерок вот сюда. И у нас, смотрите, в первом ряду был 1 веерок. Во втором 1, 2. В третьем 1, 2, 3. В четвертом 4, ну и, соответственно, там, да, дальше будет. Смотрите, каким у нас образом получается увеличение. 1, 2, 3, 4. И вот здесь, где воздушные петли, вот они у нас, мы провязываем веерочки. И в самом начале и в самом конце увеличиваются. А между веерочками, вот, мы делаем 3 воздушные петли, столбик без накида. Между 1 и 2 столбик без накида, между последним и предпоследним столбиком. Вот. И за счет этого у нас идет вот такое увеличение. Давайте посмотрим, как это вяжется, да. Здесь мы закрепились, вот наш веерочек. 1, 2, 3. И теперь мы вот сюда, где у нас воздушные петли, вот мы сюда вяжем. 1, 2, 3. Не забываем, между столбиками, с тремя накидами, мы делаем, мы вяжем воздушную петлю. 1, 2, 3. И вот. Достаточно простое вязание, но смотрите, как красиво получается. Тут вы уже не запутайтесь, где мы делаем прибавку, где нужно вязать. Знайте, что всегда можно сделать замедленное видео. Колесико настройки находится в правом нижнем углу видеоролика. Есть несколько скоростей. 1, 2, 3. Переключение. То есть можно сделать. Звук убирайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 сделали. Внизу считаем. 1, 2, 3, 4. И вот сюда столбик с одним накидом. Вот. Вот такое вот вязание. Смотрите, буквально 5 минут мы уже, смотрите, связали сколько. 3 накида, самую последнюю петельку находим и вяжем. И вот таким образом вы можете вязать столько высоту, ширину, это будет у вас шар или это будет бактус, сколько вы хотите. Или сколько у вас хватает ниток. Вот. Обвязку можно сделать, конечно, петлями соломона. Это очень красиво. Можно обвязать просто столбики без накида. Это тоже будет красиво. Можно сделать кисти. Тоже можно найти везде. Как это делается, это несложно. Мне, правда, всегда не так жалко. Жалко резать нитки на кисти, если честно. Поэтому я стараюсь всегда делать обвязку. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Раз, два, три. И седьмой столбик. С тремя накидами у нас есть. Я надеюсь, что дальше вы уже справитесь сами. Попробуем и свяжем. Всем приятного просмотра. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.